Всем большой привет! Мама, да, Саша говорит, мама! Я сегодня начинаю влог с утра со сметанником. Буду делать сметанник, но не такой, как раньше делала. Буду делать другой. Нашла рецепт в интернете, на каком-то сайте. Специально искала пирог со сметаной, потому что Сергей купил вот такую банку большую сметаны, и я вот думаю, куда бы её деть. Сейчас решила сделать пирог. Это он светофор брал, и она, ну, не очень нам понравилась. Я думаю, из неё выпечка будет гораздо лучше, чем её просто есть. Сашенька тут рядом сидит с большой баранкой, мусолит эту баранку, и, надеюсь, не будет мне мешать делать пирог. Да, Саш? Саша так хорошо сказал сейчас мама, да, Саш? Мама, это я. Я мама, Саш. Мама, вот. Мама. Я мама. Мама, я, да. Мама. А это ням-няма. Мама. Мама дала ням-няму, да? Да. Ам. Ням-ням. Ам-ням-ням. Ты тебе задумался? Ням-няма, да. Мама будет пирог делать сейчас. Так, для пирога мне нужно... Для пирога мне нужно пол-литра сметаны, поэтому тут, по-моему, килограмм, половину отсюда перекладываем. Это аж 20% хорошей сметаны. Оп. Да, Саш. Вот. 492 грамма. Так, теперь мне нужен сахар. Написано полтора стакана, но мы с тобой положим один стакан. Да? Один стакан сахара положим, Саш? Так, сметану с сахаром я смешала, разделила на две части. Одну часть вот сюда вылила, одну вот сюда. Дальше в одну часть добавляю муку, соду и соль. Вот. Кому интересно, рецепт в описании к видео могу оставить. Если кто-то хочет тоже сделать потом. Написано 3 стакана муки добавлять, но я добавила 2, и мне кажется, у меня уже настолько густое тесто, что сейчас придется его выложить и дальше раскатывать руками. Даже не знаю, как третий стакан добавить, но может быть получится потом, может оно там как-то растворится. Я еще добавила сейчас 4 перепелиных яйца. В рецепте их нет, но я сама добавила от себя, потому что подумала, что коржи без яиц как-то, ну вообще, не такие будут. Короче, мне кажется, я улучшила рецепт, а не ухудшила. Так что перемешиваю вот так вот с яйцами. Так, еще одно упрощение этого рецепта. Там надо было коржи раскатывать, 4 штуки. Я сделала тесто не такое густое, и просто сейчас его размажу по противень, и так будет гораздо быстрее и проще. Так, вот так я распределила по противню. Там было в рецепте, что нужно 3 коржа сделать для пирога, и четвертый раскрошить. У меня будет один большой, я его сейчас запеку, потом вот так ровно отрежу, и крошки, которые отрезала, я раскрошу. То есть у меня даже будет больше коржей, 4 коржа будет, еще плюс крошки. Короче, весь рецепт переделала, напишу именно то, по которому делала. Ой, Сашка такой довольный там на фоне у меня, от радости визжит. Пришел дедушка сейчас в гости, пока я делаю пирог, он еще принес сметанки и молочка нам, угощение. Я говорю, как раз вот сметанником его буду сейчас угощать. Так, я испекла большой корж, вырезала из него вот такие вот квадратики, друг на друга положила, чтобы ровно было. Получилось 4 коржа, и вот такие вот обрезочки, они у меня пойдут на крошку. Так, я теперь выкладываю все коржи на тарелку, и каждый обильно вот так вот смазываю сметаной, сахаром, который вот вначале делала. Это просто должно пропитаться. То есть получается как бы не тортик, а больше пирог, который высокий и пропитанный. И я еще нарезала бананов, добавлю сюда в прослойку бананы. У меня крем не такой сладкий, поэтому бананы дополнительную сладость добавят. В общем, я собрала вот так вот коржи, сметаной это все залила, измельчила один, ну не один коржик, а вот отстаточки, которые отрезала, и сейчас просто посыплю. Чисто украшение такое. В итоге вот такой вот пирог получается. Я его называю пирог, это точно не торт, потому что тут в основном коржи, а все остальное просто пропитка. То есть слоев как таковых нет. Пирог с бананом у меня получился сметанный. Сейчас ставлю в холодильник примерно на час, а потом можно будет есть. У нас сегодня 5 марта, и выходит сегодня Саша, исполнилось 10 месяцев уже. Представляете, 10 месяцев с ума сойти. Сама не верю. Вроде вот только-только лето было, а уже весна. В общем, сегодня у нас будет традиционная пицца, как обычно, и вот получается такой мини-тортик, пирог-тортик. Села сейчас видео помонтировать немного, пока Саша там спит. Дедушка поиграл с Сашей, ушел домой. Вот. А так не дождался, сказал, не буду, не хочу. В общем, с днём рождения я пошел. Саша спать не захотел. Да, Саша? Скажи, я поспал 15 минут, и мне хватило. Больше не надо. Походу, у нас сегодня будет 3 сна. В общем, мы тут сели обедать. Это пюре. Пюре из кабачков. Да? Это мы любим, скажи. И мясное пюре. Говядина. Мы тоже очень любим. Вот. Саша любит кушать с удовольствием. Всё ест. Ну, почти всё ест с удовольствием. Всё, что я им даю. Единственное, что вот когда я ему варю, готовые там цветную капусту, морковку кусочками выкладываю, он их больше разбрасывает, не ест. Покусает и разбрасывает. Да. И последнее время стараюсь его кормить больше из ложки. Раньше всё из соски кормила, даже пюре в бутылочку наливала. Сейчас стараюсь кормить из ложки, чтобы он больше привыкал к ложечке. Чтобы потом сам ел. Вот. Но не ставлю. Видите? Сюда не ставлю, потому что он хватает сразу, это всё переворачивает, всё размазывает. Вот так подальше от него держу. Да, Саш, подальше от тебя держу пока. Можно, конечно, раздеть его до головы. И давать тогда не страшно. И потом его сразу искупать. Ну, так я делала раньше со Стёпой, я помню. Сашей так ещё не практиковала. Вот. Саша с удовольствием прям кушал. Да, ему только нельзя отвлекаться. Ему только в рот подавай и побыстрее. Да. Саша у нас продолжает пить смесь вторую. Саша у нас продолжает на груди быть. И пустышку у нас сосёт. В общем, ничего мы в этом плане не меняли, не отучивали ни от чего. Я думаю, на груди до годика мы точно будем сидеть. А там дальше уже посмотрим. Вообще, дальше лето. Говорят, в лето тоже нету чай. Ну, посмотрим, как пойдёт. Да, Саша? Как пойдёт. Да, мой хороший. Так, что я вам рассказать про Сашу? Обычно, когда видео у меня называется, Саша 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, всегда жду, что я про него побольше буду рассказывать. Я не знаю рост веса. Его сейчас, вот прошлый месяц у нас было 73 сантиметра и 9200. Сейчас, ну, может быть, 9500 и 74 сантиметра. Ну, примерно. Не знаю точно, пойду послезавтра узнавать рост веса к педиатру. Пойду, да. В этом месяце, за последний месяц, Саша научился у нас задавать различные гласные звуки. Вот он на фоне. Мама, мама. Мама, да. Мама, это я. Каждый раз, когда он говорит мама, я говорю, мама, это я. Мама, это я. Что он запоминал? Мама, на-на, а-та, ня-ня, к-к. Вот так вот и к-к-к. Вот так крихтит, да? Крихтит периодически, Саша. Да, вот так вот и дует. Ну, в общем, много звуков начал издавать. Начал, наконец-таки, ползать у нас. Притом очень быстро научился. За один день прям, ну, активно начал ползать. То есть у него до этого силы были, а он не понимал, как сделать. Вроде показывали ему, он не мог понять, зачем ему надо ползать. Поэтому у него не было стимула, и он не ползал. Сейчас вот начал ползать. Он встает. И если на руки вот так ему ручки дать, он хватается и вот так вот встает на ноги. Но шатается очень сильно пока что. Сходили мы на массаж, да, прошлый месяц. У нас был курс массажа. Мы к кардиологу ходили для общего осмотра. То есть там сказали, год приходите. Нам назначил кардиолог пройти ЭКГ. ЭКГ у нас будет послезавтра тоже. Вот я поэтому и решила отложить поход в поликлинику, чтобы сразу вместе там все пройти, ЭКГ, и рост вес там уже узнать. Так что вот такие дела. Сейчас пойдем делать ежемесячное фото с Сашей. Да, Саш? Пойдем делать ежемесячное фото с тобой. Человек. С котиками будешь фотографироваться? Ой, какая у тебя баранка. К самого утра эту баранку ест, ест, никак не съест. Слишком она большая. Он вот так больше баранки ему солит, чем ест их. Давай, маме, маме, давай. Маме, ам? Маме, ам? Как вкусно. Вкусно? Спасибо, спасибо. Да, да, уже понимает некоторые просьбы. Да, и маме. Пока-пока по машине он начал понимать, начал руку вытягивать. Да? Ты соображалочка маленькая, хорошенькая? Ой, хороший мальчик. Расскажи что-нибудь зрителям, расскажи, как у тебя дела. Как ты спал? Сегодня хорошо, да? Целых 15 минут. Но он просто утром спал очень долго. Да. У нас сегодня выходит три сна. Утром он долго поспал, сейчас 15 минут и, наверное, вечером еще ляжет. Что там? Роденька у мамы. Ой, за волосы хватает. Больно, больно маме за волосы нельзя. Пирог, мне кажется, у нас в холодильнике тут уже готов. Но так как дедушка отказался, мы решили его не резать. Вернее, я решила его не резать пока. И дождаться Степы из сада его заберем. И потом вечером все вместе порежем, поедим. А еще к обеду Саша ест перепелиные яйца. Да, вот так вот целые я им теперь даю. Он сам его кусает, роняет, поднимает, потом еще кусает. А если порежу, он не ест. Вот ему нравится именно, когда они целые. Да, укатилась? Сейчас, да. Вот. Уже помятые. Желток себе, видите, в рот выдавил. А белок оставил. Да, ты вот так вот, да, сделал с яйцом? Ну, доедай теперь. Вкусно. Да. Ешь, не удва давись. Вкусно. Яйцо перепелиное. Раньше начинала с половиночек, теперь целое даю. Ну, обычно половину он выплевывает. Не дуй, а ешь. Жуй. Тебе говорят, жуй, вкусно. Вкусно жуй. У Саши сейчас на данный момент вылезло шесть зубов. Вверху четыре и два снизу. Я даже не помню, снизу должны лезть или сверху опять. Вроде снизу. Ну, в общем, шесть зубов у нас. А один шестой, который он вот только недавно прорезался, еще дает о себе знать, беспокоит его. Саню кладу переодеваться, когда он всегда руки тянет к коту. Да? У нас так никто котика не любил, как Саша. Котика записали на операцию на завтра. Завтра у нас будет операция. Надеюсь, все очень хорошо пройдет. Хвостик у нас хороший, сильный кот. Хвост. Завтра у тебя важное дело. Да, потерпеть немножко. Мы с Сашкой, когда одеваемся, как два сумоиста дзюдо. Я сверху его держу, а он уползает, ползет, меня хватает, загибает. Я его, он меня, это вообще над со стороны, мне кажется, очень смешно выглядит. Да, я не могу его одеть, потому что он весь вот так вот выворачивается. Руку засуну, ну и вытащит. Ногу засуну, ну и вытащит. Саш, какой ты стал неугомонный малышок. Все, все, все ему надо. Все надо ему. Ага, особенно камеры, маме. Особенно маме на камере, да? Все, я тебя переодела, пока ты за камерой. Оп, мамка ловкая. Мамка ловкая, да? Ага, переодела, пока ты за камерой ловишь. Угу. Так, одного кота нашли, второго кота нашли. Они, в принципе, тут и лежали у него в кроватке. Пополз. А третьего не могу найти. Пошла детей просить, старших, найти мне кота третьего, чтобы сфотографироваться. Ты что, пустышку нашел? Ну-ка, выплюнь. Это мы и когда спим. Да, забирай у него пустышку. Когда не спит, не даю. Нашла я кота третьего. Он вот тут замаскировался за штанами, за бодиками, за пеленками в уголке. Саша сейчас нашел. Ой, Саша, это не надо. Какая-то ерунда это была. Угу, давай, давай, покажи, как ты вставать умеешь. Второй рукой тоже. Саша, он в кровати тут не встает, не пытался даже никогда именно в кровати встать. Если бы попытался хотя бы раз, то мы бы уже дно перекрутили пониже. А он тут даже вот не пытается. Возможно, потому что она у нас немножко качалка, она шатается, он неустойчиво падает. А вот на полу, когда пол не шатается, он встает. Так, у меня тут фото-зона. Сначала рассаживаю котов, а потом сажаю Сашу. И быстро надо сфотографировать, пока Саша тут все не раскидал. Потому что он моментально этих котов хватает, все раскидывает. Он даже ползет к ним, да, Саша? Мама тут так красиво сделала фотосессии. Так, не ругайся. Давай вернем котов, покажи. Саша, как мне я тебя с ними фотографировать? А? Давай вот сюда посадим котов. Саша, туда нельзя. Ну-ка, садись. Ты что ругаешься на меня? Качалка ты? Я тебя сейчас лежа буду фотографировать, значит. Все, вот так будем фотографироваться. Не получилось, да? Вот у меня лежит. Ну вот и как? Как этого мальчика фотографировать? Только вот так вот. В куче с котами, да, Саша? Так, кто молодец? Я молодец. Очередной раз я справилась с этим сложным заданием. Фотографии есть. Да? Есть фотографии? Ой, он такой слюнявый. Я его всегда передеваю перед фотографией, потому что надо либо в слюнявчике фотографировать, а иначе у него вот так вот будет все мокро. Вот, сейчас слюнявчик сразу же надену. Фотография получилась. Котики даже почти все стояли на месте, куда я их поставила. Но пришлось минут 10 постараться. Куда ты ползешь, Саш? Вот. Ты хочешь головой вниз? Головой вниз хочешь, а? Ага. Вот сейчас упадешь. Ну упадешь же. Ножками вниз сползать. Так, Саш, я тебя учила. Так, кто хочет на пол, тот ножками вниз. Вот так вот ножками вниз и все. Так, ну и ножками вниз вот так вот сползаешь. Оп, и все, и стоишь. И не упал. Понял? Ножками вниз надо сползать, а не головой. Вот так и учимся по чуть-чуть. Запомнит. Да? Когда-нибудь запомнит, что надо ножками вниз. И опасность миновала. Степа вернулся из сада. Сейчас знаете, что мы с ним учились делать? Пеленать ребеночка, да? Ну-ка стих расскажи свой. Помнишь, нет? Завтра который будешь рассказывать. Мамочка родная. Нет, родная скажи. Родная. Умничка. Говорит, мама, завтра будет конкурс, кто быстрее запеленает ребенка. И кто быстрее косички завяжет. Косички или бантики? Бантики на косички. Так что, говорит, надо научиться бантики вязать и ребенка пеленать. Ну, Степа, ну зачем ты мне по руке бьешь? Так не надо делать. Это он хочет... Амангас? Ролевые игры у нас начались. Это он хочет, чтобы его поснимали, да? Вот это да. Так, мы решили, пока там тесто для пиццы готовится, тортик сейчас порезать. Попробовать. Видите, поужинали? Ну, как поужинали, по полничали. По времени больше на полдник похоже, а не на ужин. Тортик такой плотный получился. Он режется так плотно, не воздушно. Тортик. Все равно называют тортиком. Похож на тортик, значит тортик. Тортик. Степа, ну ты так его напугаешь. Зачем же так? Я люблю только вот сюда. Слушайте, ну пирог получился вкусный. Мне очень понравился. Детям не очень понравился. Не знаю, почему уж они не стали его есть. Один сказал, слишком сладкий. Хотя, ну не такой прям сладкий. Я сахара меньше, чем в рецепте добавила. Степа не доел. Степа, ты почему не доел? Расскажи. Потому что слишком сладко. Слишком сладко. Слишком сладко не ебло. И он еще не вкусный. Саша кушает творожок. Ложку мне схватил, не отдает. А мне понравился пирог. Но могу сказать, что обычный классический сметанник намного вкуснее. То есть, если делать такой, ну не так часто, то я бы предпочла и сметану все-таки делать. Мне нравится то, что он выглядит симпатично. Он похож на тортик. То есть, и делается очень быстро. Поэтому, в принципе, приготовить вот так вот перед гостями, например, можно. Мне на вкус понравился. Это вот для тех, кто любит Наполеон, типа Медовик. Вот такие вот пироги. Тортики такие, кто любит. Вот для тех, мне кажется, в самый раз понравится. У меня дети такие не всегда едят тортики, пироги. В общем, у меня изброчно очень едят торты. И на дни рождения они всегда их просят. Больше всего хотят. А в итоге очень часто не доедают. Ну, в общем, рецепт я его в описании оставлю. Хотя бы для себя, чтобы я не забыла, как я его делала. В описании к видео смотрите. И можете попробовать. И потом, если попробуете, напишите в комментариях, понравился или нет. Но мне очень понравился. Очень вкусно. И вот банан там в самый раз. Банановый получается. Банановый сметанный пирог вообще идеально. Сергей попробовал, сказал, что если бы там была бы сметана другая, было бы вообще просто шикарно. А из-за того, что вот эта сметана из светофора, да, типа невкусная, вот, что он не такой вкусный получился. Ну, он съел с удовольствием, но сказал, что была бы другая сметана, было бы лучше. Я абсолютно согласна. И с другой сметаной, мне кажется, будет вкуснее. Это сметана такая с кислинкой. Привет. Что ты тут снимаешь? Саша, тут сидит. Мы ему половичок такой положили. И он сидит и вертится. Ножком отталкивается, так по кругу сидя вертится. Саша, дай мне мой телефончик. Не надо его, брат. Так забавно выглядит он, как Юла. Сейчас по кругу раз повернулся, второй раз повернулся. Да, Саша? Как ты поворачиваешься? Покажи, видите? Вот так вот, начинает поворачиваться. И просто по кругу сейчас сидел и вертелся. Такой забавненький. Да, Саша, ты такой забавный. И в одну сторону самая интересная вертится, и в другую сторону, куда захочет. Давай свет включу. Да, Саша. Вот визжит вообще. Последние вот два дня он постоянно визжит. Тоже так захотел сделать? Будешь рядом с ним? Да. Вот забава, да? Да. У нас старшие дети поехали в бассейн с папой, а Степа на акробатику сегодня не пошел. Сегодня новый месяц, и он не захотел. На акробатику все-таки ни в какую. Да, мы сидели тут, сидели. Начали в зеркало смотреть. А смотрим в зеркало, оно такое грязное, да? Степа говорит, я пойду мыть. Дай мне тряпочку. Вот. Ой, ты умничка мой. Помощник. Молодец. Ты прям сильно, ладно, не дави. Скотч кто-то повесил. Это ты что, Степа? Мы здесь вот так вешу. Ага, оттирай давай аккуратно. Так, я заказала сейчас доставку из Бермаркета с зельброса. Заказывала ради пепперони. В общем, вот пепперони заказала. Тут и пепперони, и салями итальянская. Скорее всего, вот эта пепперони с салями. Две упаковочки такие заказала, плюс еще моцареллу заказала, гауду. Две вот такие вот упаковочки с тертым уже сыром. Это три сыра, сразу посыплю. Отлично. Они сейчас просто еще по скидке хорошие были, поэтому выгодно вышли. И яблочки. А, еще одно авокадо заказала. Это мне на завтрак. Смотрю, в заказе не хватает много чего. Куриное филе еще заказывала, бедра вот куриные заказывала, тунца заказывала, маслины нет. Я первым делом заметила, что нет маслин. Думаю, мне звонили, говорили, что нет только сухого завтрака. Про маслины ничего не говорили. В итоге, смотрю, пол заказа нет. Видать, он мне еще один пакет забыл доставить. Сейчас позвонила, говорю, у меня половин заказа нет. Говорит, сейчас довезу, привезу курьер. Ну, пусть довозит. Мы пока начнем делать пиццу. Так, тесто я делала в хлебопечке. В комментариях нам посоветовали сначала класть сыр, а потом начинку. Я вообще очень люблю, когда начинка с сирпой, поэтому в этот раз решили сделать и снизу сыр, и сверху тоже сыром посыплю. Просто на два раза распределила. Смотрите, какая красивая у нас пицца в этот раз получилась. В общем, сыра снизу насыпали много. И сверху только вот моцареллу положили, кусочки. Ставим в духовку. Так, а по поводу заказа. Мало того, что мне не доложили 4 позиции, ну, не привезли 4 позиции, мне еще лишнее привезли. И я только потом это заметила, когда фотографию скинула, ну, что мне привезли, что не привезли. С человеком, который привез, общались. И я скинула фотографии, он говорит, вот этот сыр лишний, его надо мне отдать, а вам я сейчас привезу. В общем, сейчас ждем, когда привезет час заказа. Сыр я уже отдала обратно. Он повез его, этот сыр, куда он там не доложил. А мне заберет от тех, кому тоже не то положили, и привезет мне. В общем, перепутали там заказы. Ну, бывает, значит, и такое. Вот у меня, если честно, несколько раз было с Бермаркетом, что мне что-то не докладывали. Но мне потом просто возвращали деньги. Ну, какую-то одну позицию, вот я как-то говорила, творог мне не положили, что-то еще. Просто возвращали деньги. А так, чтобы прям ползаказа не привезли, у меня в первый раз такое. Все, все, мне привезли. Прошло примерно 20 минут, и мне довезли полностью весь заказ. Там у меня куриное филе, куриное филе, куриное филе бедра, и маслины, и тунец. Вот. А тем временем у нас готова первая пицца. Смотрите, какая красота! Выглядишь потрясающе. На вкус, я думаю, не хуже.